МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Эрудит пятерка". АПЛОДИСМЕНТЫ Так замечательно играли в начале года наши малыши, наши 4-5 шестиклассники, что вот просто с трудом мы перешли на более старший возраст. Я представляю тех людей, которые у нас сегодня в студии. Нарушая традицию, я начну сегодня не слева, а справа от меня, с правой половины студии, с командой, которая жмет на красную кнопку. А эти девочки, между прочим, выиграли уже 2 матча нашей старшей цепочки. Ангелина, кого вы первым разгромили? Пятую школу. А потом кому от вас досталось? 27-ю школу. Вот, тем не менее, они пришли посмотреть либо на вашу победу, либо порадоваться, как за них отомстят. Итак, Гомель, Ангелина Юрова, 69-я школа, работает с ними. Олег Наумович Лейнов. Встречай. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня для команды 61-й школы, для команды наших ангелов, момент истины. Потому что из далекого далека, из-за леса, из-за гор, из-за дымов белорусского металлургического завода явились чудо-богатыри. Команда Виктории Говар-Жлобин. АПЛОДИСМЕНТЫ Работает с этими чудо-богатырями и Василисами Премудрыми Постоянными. Юрий Рудинский. Работает он на базе 11-й Жлобинской школы. Встречаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Начнем с блеф игры. Наша замечательная Донетка. И я сразу спрашиваю уже не у красных, у синих. Виктория, кого вы отправляете говорить «да» либо «нет»? Пойду я. Отлично. Редкий случай. Капитан обычно берет на себя более сложную задачу. Ангелина, кто у вас пойдет в бой? Пойдет Катя. Итак, Вика против Кати. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, блеф игра. Верите ли вы, что Карлсон в Швеции считается положительным героем? Нет. Да, он там считается нахалом, вруном, бездельником и так далее, и так далее. Он там на грани запрета, там больше любят положительную Пеппи длинный чулок. А такую можно было индустрию раскрутить. Играем. Верите ли вы, что Пушкин в свое время писал отчет о нашествии саранчи? Прошу. Да. Да. Из чего бы там Пушкин писать про саранчу? А дело в том, что он работал простым чиновником при Одесском губернаторе. А вот отправили его на саранчу, как тогда говорили, и Александр Сергеевич, пробыв там две недели и промотав казенные деньги, написал отчет. Саранча летела, летела, села, все съела и опять полетела. Вот такой был веселый человек. Играем. Верите ли вы, что император российский Павел I умер от инфаркта? И вот фальстарт, фальстарт у вас, Катя, за этим очень строго следит наш электронный судья. И у Виктории Говар есть шанс. Да. Нет. Нет. А что так? Интуитивно или что-то знаете? Интуитивно. Интуитивно. Ну, это прямо у нас другая передача. На самом деле его убили заговорщики. Вот так вот. И уже 15 очков у Жлобина. Катя. Катя огонь. Верите ли вы, что спутник Юпитера открыл Галилео Галилей? Да. Нет. Да, да. Именно он посмотрел в телескоп и назвал их медицинскими звездами в честь своего спонсора Медичи. Играем. Верите ли вы, что ленинградская блокада во время Великой Отечественной продолжалась около 500 дней? Нет. Да. Около 900 дней, 900 дней в блокаде, 900 дней в огне. Такие лозунги были. И случилась потрясающая вещь. Вышла Виктория Говар и сделала, что называется, Катю по полной программе. 20-0. Дуэль игра. Вперед. Дуэль игра. Итак, пять боев, пять тем, в каждой теме пять вопросов. И пять человек сойдутся лицом к лицу на нашей дуэль игре. Прослушайте темы боев. Первый бой. Тема «Нам нужна одна победа». Второй бой о нас, о славянах. Славяне. Третий бой «Сказки». Автомобили. Четвертый бой. И пятый бой «Цветной мир». Что за все цвета радуги, все краски нашего мира. У вас пять секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять. Вперед. Благодарю вас. Очень быстро команды отработали. Ну, чувствуется командный дух. Чувствуется воспитание замечательных тренеров. И Юрия, и Олега. Ну что ж. Итак, нам нужна одна победа. Кто уходит в бой? Пойдет Иван. Иван, терпите. Ангелина, кого бросаете в атаку вы? С нашей стороны пойдет Маша. Итак, Иван против Маши. Вперед. Нам нужна одна победа. Будьте внимательны. Все в вопросе. Это первый боевой орден, учрежденный в годы Отечественной войны. Фальстарт у вас, Маша. Очень строг наш электронный судья. У Ивана есть шанс. Орден Отечественной войны первой степени. Ну и второй тоже орден Отечественной войны. Пять очков приносит команде Иван. Доложи. Шестая германская армия во главе с фельдмаршалом Паулюсом попала в плен под этим советским городом. Маша, ну что ж вы фальстарт за фальстартом. Иван, у вас есть шанс снова. В Сталинграде. Сталинград, конечно же. Леня Голиков, Марат Козей, Валя Котик, Зина Портнова. Это не просто герои войны, а это фальстарт теперь. Ваня спасает Машу. Машенька, у вас есть шанс открыть счет. Это подростки, которые... А как их правильно назвать-то? Не просто герои, а кто? Герои советского суббота. Понятно. Ваня, может вы помните? Дети-герои. Дети-герои. Вот уже забыли, что такое пионеры-герои. Вам же Олег Наумович показывает галстук. Или вы... А, вы не знаете, что такое галстук. У вас другое было детство. Это пионеры-герои. Играем. Танк ИС. Получил название в честь этого советского маршала. Прошу вас, Иван. Иосиф Сталин. ИС, это Иосиф Сталин, верховный главнокомандующий. Мы заканчиваем, заканчиваем нашу победную тему. Разведчики Егоров и Контария водрузили знамя победы именно там. Иван. Андрей Сталин. Отличный ответ. Я не помню, чтобы наша игра начиналась с такого счета. А ведь только начало. 40-0. Жлобин впереди. Следующий бой. Виктория, у вас все такие победные? Конечно. Конечно. Кто следующий? Я. Это ваш второй и последний выход. Я напоминаю. Тема. Славяне. Ангелина. Кто славян знает у вас? Катя. Катя. Итак, Катя напряглась. Собралась. Итак, Вика против Кати. Вперед. Ну, вы знаете, что русские, белорусы, украинцы – это восточные славяне. А вот поляки, чехи и словаки – какие? Хорошо. Западные. Западные, конечно. А эта домашняя птица была у славян воплощением духа огня. Прошу. Петух. Петух, конечно. Пукарекал, встречал солнце, и сам он весь такой красивый, огненный, с хвостом. Славяне называли его перуновым деревом. Да. Осина. Перуново дерево, осина. Он. Катя. Клен. Понятно. На самом деле, какое самое прочное, мощное такое дерево – это дуб. Играем. Так древние славяне называли поминки. Но если вы… Хорошо. Читали песню о вещем Олеге, то… Быстренько прочитывает про себя всю песню о вещем Олеге. Да, уже змея укусила. Понятно. Вика, у вас есть шанс? Не будете отвечать. Нет. Ковши круговые за пенис шипят на тризне плачевное Олега. Тризна. Теперь вы это знаете. И заканчиваем. Этот славянский язык самый распространенный в Европе. Прошу. Русский. Да, на русском языке говорят очень много людей в Европе. По-прежнему 0 у 69-й школы. Я не знаю, что с ними творится. 55 у команды Жлобина. Это вот как говорили о наших штурмовиках и наших морских пехотинцах враги во время войны. Пришла черная смерть. Играем следующий бой. Итак, внимание. Бой сказки. Может хотя бы чудо какое-то сказочное поможет питомцам Олега Лейнова хотя бы пять очков заработать. Итак, Вика, кто у вас сказочник? Княгиня Ольга. Княгиня Ольга. Великолепно. А Ангелина, кто у вас? Кот Баюн идет направо. Песнь заводит, налево сказку говорит. Ну, я не кот Баюн, но пойду я. Хорошо. Итак, у нас княгиня Ольга и Ангелина. Вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ Ангелина, зовите ангела-хранителя. Играем. Именно столько ночей рассказывал о своей сказке Шахеразада. Тысяча и одна. Конечно. Отсюда известнейший сборник арабских сказок Тысяча и одна ночь. Продолжаем. В этой сказке Андерсона, ну, так сказать, дембель вместе с деньгами нашел еще и волшебную зажигалку. Да. Огниво. Ну, огниво, правильно. Ну, огниво тоже некоторые говорят. Браво, Ангелина. Играем дальше. Эта сказка начинается восстанием, а завершается революцией, которая свергла власть трех олигархов. Ну, говорили мы об этой сказке, там оружейник Проспера еще был. Да. Тремушкетер. Понятно. Замечательно. Вы запоминаете неправильные ответы. Что у нас? Не будете жить? Нигде, не будете. Три толстяка называлась сказка. Почитайте. Играем. Ее тянуло столько же героев, сколько знатоков в команде что, где, когда. Репка. Да, это культовое растение для вашей команды. Репка, конечно же. И заканчиваем. Тема четвертого боя – это автомобили. Вика, кто за руль? Елизавета. Елизавета. Ну что, кто с домкратом бежит у Ангелины? Надя. Надя. Надя, хорошо. Вперед, девочки. Лиза против Надии. Я посмотрел энциклопедию. Энциклопедия считает, что минимальное количество колес, которое должно быть у автомобиля, это столько. Прошу. Три. Три, да. Три колеса – это автомобиль, два колеса – это черт знает что. Играем. Название этого культового авто-бренда происходит от испанского «Мария Милостивая». Да. Феррари. Феррари, не. Феррари – это итальянская. Ну-ка, Мария Милостивая. Ну. Мерседес. Мерседес, отлично. Самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 тонн производится на этом заводе. БелАЗ. БелАЗ наш, белорусский. Конечно же. Купляйте белорусское. Гуляем долей. С помощью этих двигателей автомобили ставят рекорды скорости. Какие двигатели ставят, чтобы он разгонялся чуть ли не до скорости звука? Рискните. Да. Ультразвуковые. Ультразвуковые. Это какой-то новый вид двигателей. Запатентуйте обязательно. Не будете найти? Возможно, реактивные. Абсолютно точно. И закончим. Это самый престижный ралли-рейд. Ну, грубо говоря, автомобильная гонка в мире. Формула-1. Это не ралли-рейд. Ралли-рейд – это повреченные местности. Такие самосвалы, мотоциклы. Вот, ломается, все гремит. Но? Не знаю. Не знаю. А откуда приехали с медалями наши замечательные гонщики на автомобилях МАЗ? Ралли-рейд Дакар. Теперь вы это знаете. 70 у Жлобина, 25 у Гомеля. Следующий бой. Вперед. Цветной мир, все краски мира. Ну, кто у вас там остался, Вика? Мы отправляем Марию. Прекрасно. Ангелина? От нас пойдет Алина. Итак, Мария против Алины. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Начнем. Цветной мир, все краски. Так называют еще защитников окружающей среды. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Зеленые. Зеленые, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Прекрасно. Ученых дам лет 200 назад называли такой чулок. АПЛОДИСМЕНТЫ Да? Может быть, черный? Черный. Нет, черный, это ваш соперник. Ну? Может быть, белый? Белый. Нет, в синих чулках ходили ученые женщины. В Англии ну вот так и прижилось. Синий чулок. Играем. Этот белый цветок подарил деве Марии архангел Гавриил. Да? Может быть, ромашка? Ромашка. И она так любит, не любит, не любит, не любит, не любит. Ну? Может, ландыш. Ландыш, ландыши. Светлого моя привет. Привет. На самом деле он лилию ей принес в знак чистоты и красоты намерений Господа. Играем. Это море. Можно попасть по Суэцкому каналу. Да? Черное море. Понятно. В Черное море. Хорошо. Ну? Красное море. Красное, конечно же. И Средиземное. Красное море. Суэцкий канал прокопали. И очень так хорошо ходят там корабли. И заканчиваем. Сегодня таких телевизоров, наверное, уже и не найдешь. Да? Черно-белое? Конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ 80 у Жлобина. Очень сильно я опасался, что они перепрыгнут барьер. Сотни. Нет, только 80. У Гомеля 30. Но еще не вечер. У нас тест игра. Вперед! Гомеля не волнуйтесь, не переживайте, держитесь. Всегда болеют против чемпионов. А вы дважды уже чемпионы. Так что у вас еще есть все шансы на победу. Будьте тверже камней. Тема камней. Тема камней у нас тест игры. Кто камешки пойдет собирать? Тема камней на тест игры. Камни пойдет собирать Оля. Оля. Прекрасно. Время собирать камни. Время разбрасывать камни. Как говорил экклезиаст. Ангелина, кто разбрасывает у вас камешки? Придет опять Алина. Алина. Прекрасно. Ну что ж, Ольга против Алины. Вперед! Имя, означавшее камень, было дано апостолу А. Андрею, Б. Петру, Ц. Иуде. Ответ Б. Ответ Б. Петру. Великолепно. Плюс 20. У Воронья камень. У Вороньего камня. Это место А. Бородинской битвы. Б. Куликовской битвы. И С. Ледового побоища. Ответ С. Именно у Вороньего камня разгромил в Ледовом побоище псов-рыцарей наш замечательный князь Александр Невский. Это правильный ответ. Играем. В наказание, ну боги так присудили ему, должен был все время вкатывать на гору камень. А. Прометей. Б. Сизиф. С. Тантал. Прошу. А. Прометей. Да нет, его приковали к скале на Кавказе, там орел прилетал регулярно печень выклевывать. Ответ Б. Да, Сизиф. Потому что и говорят, Сизифов труд. Пять очков на подборе взяла Алина. Прекрасно. Каменноугольный период относится А. К палеозойской эре. К палеозойской эре. К мезозойской эре. Ц. К кайнезойской эре. Прошу. К мезозойской эре. Мезозойской. Нет, не согласен с вами. У вас есть шанс. К кайнезойской? Ребята, в кайнезойскую эру мы с вами живем и уголек копаем, который залег там еще в палеозойскую эру. Древняя жизнь. Теперь вы это знаете. Играем. Гром камень служит пьедесталом памятника А. Петру Первому. Б. Екатерине Второй. Ц. Александру Третьим. А. Петру Первому, конечно. Алина, а почему не жало? Я не понял. Вы не знали? Так жмите и отвечайте наугад. Вот тактика замечательная. Итак, в самом деле, гром камень – это огромный камень, на котором стоит медный всадник воспетой Пушкиным. Команда Жлобина вышла на сотню. У них 100. У гамильчан – 45. Но игра еще не окончена. У нас слайд-игра. Вперед! Слайд-игра, учитывая силу команд, у нас сегодня необычная, не просто азбука, а азбука с лицами известных людей, исторических личностей и не очень. Кто у вас знает в лицо всех звезд, Вика? Мария. Мария. Прекрасно. Ангелина. Кто у вас может отличить, ну скажем, Аристотеля от Ольги Бузовой? Так же Мария. Так же Мария. Вперед, две Марии. Играем. Начинаем с выигрывающей команды. Ну что ж, вперед. Как зовут человека? Как зовут человека? Тишина в зале, абсолютная тишина. Попробуйте подсказать только. Три, две, одна. Ответа нет, прошу. Вы можете предположить, что Аристотель? Это Аристотель, да. 10 очков на подборе сразу выиграла Мария. Это тоже хорошо. Прошу вас, для вас. Бетховен. Людвиг ван Бетховен. А теперь 15. Играем с вами. Тишина. Тишина в зале. Три, две, одна. Не узнали, прошу. Я фамилию забыла. Я фамилию. А фамилия на букву В начинается. Что, где, когда? Анатолий его зовут. Тишина. Анатолий Вассерман. Игрок в интеллектуальные игры. Блогер, журналист, политический аналитик. Все в одном флаконе. Вот какой он замечательный. Теперь вы это знаете. Прошу, следующий. Гоголь. Николай Васильевич. Он родной. И еще 15 очков в копилку команды. Маша, прошу вас. Я тяну время. Маша, я делаю все для вас, что могу. Нет, прошу. Стив Джобс. Это Стив Джобс. Основатель Эппу. Маша, вам везет. Прошу. То, что слева. Ну, Ева. Вот это? Ева. Да, это Абрама, это Ева с яблоком, конечно. Маша, не аплодируйте сопернику, соберитесь. Прошу вас. Фамилия? Нет? Нет. Нет. Может быть, Жуков? Это маршал Жуков. Что творится у нас на площадке? Прошу. Тишина, тишина, тишина. Вот теперь гробовая тишина. Вот у Маши из Жлобина в глазах что-то засверкало. Три. Не знаете, прошу. Может быть, это Загорный? Загорный ни в коем случае не могу принять. Ну, известные фразы про американцев. Ну, тупые. И Михаил Задорнов, наш замечательный, умнейший юморист. Прошу вас, Маша. А который справа? Иуда. Да, это поцелуй Иуды. Браво, Маша. И последний вопрос. Маша, не сплакуйте. Коваленок? Увы, увы. Это Петр Климук. Это Петр Климук, первый белорусский космонавт. Маша, вы великолепно отыграли. Маша, вы тоже неплохо. Маша, ваша команда сейчас просто должна вас задушить в объятиях. Я хочу увидеть это. Потому что счет 125 у Жлобина, а у вас 120. Следующий бой. Игрок удачной игрой спасает всю команду. 125-120. И у нас уже интрига. Риск, игра, все темы, все времена, все страны, все герои. И самое главное, мы играем с минусами. Плюс 20. Правильный ответ. Минус 20. Неправильный. Молчишь. Ноль. Как в жизни. Вика, кто пойдет побеждать? Иван. Иван. Секунду. Ангелина у вас? Пойду я. Итак, Иван против Ангелины. Вперед. Поехали. Первая тема у нас была. Нам нужна одна победа. Именно в эту страну улетел на подаренных яках полк Нормандия-Неман. Фальстарт у вас, Иван. Это не дает минусы. Ангелина, будете отвечать? Нет. Нет. А что хотел ответить Иван? Франция, конечно. Франция, конечно. Были французские летчики. Славяне. Славяне. Так звали славянина, который прибил щит на врата Константинополя. Опа. Твой щит на вратах Царьграда. Это именно вещи Олег покорил Царьград, покорил Константинополь. Прибил щит на врата в знак того, что вот сейчас город находится под его защитой. Играем. Сказки. Он называл сказку ложью, в которой намек. Сказка ложь. Да в ней намек. Добрым молодцам тише. Урок никто не хочет. А мне рассказывали, что у вас, господа интеллектуалы, когда нет ответа, нужно нажимать кнопку и отвечать. Пушкин. Вот так вот. Это Пушкин. Продолжаем. Четвертый вопрос. Автомобили. Автомобили в городах, ну, увы, часто создают то, что мы можем найти в бутылке. Иван. Пробки. Пробки, да, правильно ответ. И заканчиваем. Цветной мир. На этом фоне располагается орнамент на белорусском флаге. Прошу. На белом фоне. На белом фоне. И это победа. Это победа. Иван, в следующем матче будет противник. Противостоять одна из сильнейших команд нашего региона. Команда города Светлогорска. Поэтому ждите нас, включайте нас по воскресеньям около полудня. Ну и самое главное, помните, смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!